Новый фотошоп с технологией искусственного интеллекта. Будущее уже наступило, как нас уверяют разработчики в компании Adobe. Это мы еще посмотрим, какое оно у вас совершенное, это ваше будущее, говорю я. И в отличие от других фотоблогеров, я не буду поливать медом новую бета-версию, и мы с вами устроим настоящее испытание новым функциям фотошоп, я бы даже сказал, головомойку. А еще в этом видео я покажу, как установить новую бету-версию на ваш ПК, и вы сами сможете протестировать новейшие функции фотошопа. В общем, революция эта в мире фотографии или еще пока нет, мы скоро с тобой узнаем. Фотошоп с искусственным интеллектом на самом деле умеет делать всего 4 вещи. Это расширять изображение, создавать объекты, удалять объекты и менять, создавать новый фон. Ну а все по порядку, и мы с вами сейчас посмотрим, как фотошоп справляется с этими 4 функциями. Поехали! Эту панораму, друзья, я снял на Шри-Ланке, и на самом деле мне не хватает в ней немного информации. Как сверху в небе, так и снизу в этой зелени. И для того, чтобы нам расширить изображение, необходимо сделать всего лишь несколько шагов. Для начала кликаем на значок кадрирования. Теперь подтянем наше изображение до того размера, которое мы хотели бы увидеть. Сверху, пожалуй, так. И снизу, пожалуй, вот так. После этого кликаем галочку. Далее берем прямоугольное выделение. Выделяем белую область. И здесь бы я вам посоветовал захватывать немножко изображение вашего, буквально миллиметр. Чтобы не был заметен шов после обработки. Итак, выделяем верхнюю область. Она следует за вами в процессе обработки, и вы ее не потеряете. Если мы не добавляем никакой объект, просто кликаем генерировать. Как мы видим, с небом искусственный интеллект справился достаточно хорошо. Давайте теперь попробуем изменить нижнюю часть. Прямоугольное выделение. Генеративная заливка. Генерировать. У нас генерировалась нижняя часть изображения. И у нас что в небе, что внизу, есть три варианта. Давайте откроем сначала небо. И посмотрим три варианта. Такое. Третий вариант. Что-то вообще не получился. Окей. Первый вариант, который был по умолчанию, он, по-моему, самый неплохой. Теперь давайте посмотрим нижнюю часть. Ну, в общем-то, все три части достаточно неплохие. Мне кажется, что вот это наиболее гармонично для этого изображения. Осталось только немного поправить цвет. Я кликну Ctrl-U. Убавлю чуть-чуть насыщенность. Да, вот, пожалуй, вот таким вот образом будет выглядеть как-то более гармонично. С учетом других цветов на фотографии. Ну, что же, посмотрим давайте. Было. Стало. Друзья, очень даже неплохо. Мне вообще все нравится. Очень замечательно. Моя фотография из узкой панорамы стала полноценным изображением 16 на 9. Ну, что же, Adobe Photoshop нам предлагает оценить. Я ставлю жирный лайк. Мое почтение. Функция расширения работает неплохо. Давайте, друзья, откроем другую фотографию. Над ней я уже поработал. Как видим, справа непонятная какая-то каша из объектов. Автомобиль какой-то из треугольников. И теперь давайте посмотрим слева. Смотрите, вот здесь искусственный интеллект пытался изобразить людей, да? Но получились какие-то вырезанные из картона непонятные фигуры. Также здесь то ли человек, то ли, я не знаю, какой-то робот едет на одном. То ли колесе, то ли. Ну, в общем, какая-то каша. Ну, вот это более-менее еще похоже на правду. Ну, здесь, наверное, нужно Photoshop подкопить еще базу фотографий для того, чтобы генерировать такие более сложные изображения. Друзья, ставлю жирный минус. Благодарим вас за отзыв. Он поможет улучшить наши продукты. Отлично. Замечательно. Итак, друзья, мы переходим к следующей функции. Это добавление объектов. Давайте сначала что-нибудь попроще. Вот добавим на это пустое небо облака. Мы должны с вами выбрать лассо. И дальше выделить область, где мы хотим добавлять облака. Итак, выделение мы сделали. Кликаем генеративная заливка. И сюда пишем Clouds. Нажимаем кнопочку генерировать. Итак, у нас три варианта. Давайте посмотрим. Первый мне не нравится. Второй и вообще фигня. Ну, и третий тоже не особо. Ну, наиболее, скажем так, реалистичный вот этот, наверное, вариант. Ну, что ж, достаточно неплохо, но есть над чем поработать. Я бы не сказал, что это прям идеально. Если воспользоваться стандартной функцией Photoshop по замене неба, результат получится гораздо лучше. Что ж, друзья, ставим минус. Могли бы сделать и получше. Давайте попробуем усложнить задачу. Вот на этой фотографии практически кроме неба ничего нет. И мы это с вами сейчас попробуем поправить. Добавим побольше в нижнюю часть. А с верхней я, пожалуй, даже немного уберу. Кликаем галочку. Прямоугольное выделение. Давайте зацепим даже побольше. Вот таким вот образом. Напишу я здесь просто океан. А вот это, друзья, очень даже неплохо. Давайте посмотрим все три варианта. Ну, что ж, достаточно реалистично. Даже не знаю, какой выбрать. Мне, честно говоря, нравятся все три варианта. Я выберу первый вариант. Здесь такие пышные кучерявые облака и такая же пена волны. Очень, мне кажется, интересно получается. Ну, что ж, это не все. Фотография достаточно пустая. Здесь чего-то не хватает. Например, парусника. Давайте мы его добавим. Для того, чтобы добавить объект в нужное место, необходимо прорисовать также прямоугольным выделением то место, куда вы хотите добавить ваш объект. Заодно это будет отвечать и за размер этого объекта. А что ж, пожалуй, неплохо. Второй вариант. Третий вариант. Очень хорошо, удачно попали в тональность. Прям все гармонично. Тени прорисованы. Ну, тяжело даже сказать, что эта фотография сгенерирована. Она очень похожа на реалистичный фотоснимок. Мое почтение. Ставим лайк. Людей, конечно, рисовать. Искусственный интеллект еще не научился. Еще учиться и учиться. Давайте мы с вами посмотрим. И, казалось бы, вроде бы неплохо, да? Но если мы с вами увеличим изображение, и мы с вами видим, что здесь какие-то непонятные пластилиновые люди, непонятно, что у них с руками. Это еще более-менее. Так что, если будете экспериментировать и добавлять людей за счет искусственного интеллекта, ну, делайте их поменьше, чтобы нельзя было разглядеть вот эти все недостатки. Ставим дизлайк. Давайте сделаем небольшой перерыв, и я расскажу вам, как установить бету-версию на ваш ПК. У меня было два профиля в Adobe давно. Одному года три или четыре, другому пару лет. На одном из профилей у меня была платная подписка, и около года назад я от нее отказался. И вот я решил немного поэкспериментировать на втором профиле, на котором никогда ничего не было, никаких покупок. Итак, я зашел в свой профиль, бесплатные пробные версии, установил Creative Cloud, после чего открыл Creative Cloud, в левой панели перешел в бета-приложение, и здесь бета-версия фотошопа предлагается опробовать или купить. Кликаем опробовать, и вам предоставляется 7 дней на бесплатное использование новых функций с технологиями искусственного интеллекта. Ну, в общем-то, ребят, ничего сложного, а мы двигаемся дальше. Теперь давайте мы посмотрим, как фотошоп справится с удалением объектов. Итак, выбираем прямоугольное выделение, выделяем объект, который мы хотим удалить, кликаем генеративная заливка, в промпт ничего не вводим, еще раз кликаем генерировать. Отлично, просто отличный результат. Причем также предлагается три варианта, так как он дорисовал нам кустики, то, соответственно, мы можем выбрать. Но вот почему-то опять мне больше всего нравится первый вариант. Давайте немного усложним задачу, раз мы уже обезвлечили эту картинку, давайте мы отсюда уберем вот эту вот синюю веревочку, выбираем лассо. Посмотрим, как он справится с этой более сложной задачей. Поехали! Ну, ребят, отлично, отлично, очень здорово. Ставим лайк, двигаемся дальше. Хочу показать, как здесь на этом изображении я убрал лишние объекты, мне понравилось, как этот инструмент отработал, на самом деле он заслуживает уважения. Итак, я убрал человека, убрал женщину справа, убрал люк и вот сюда добавил фонарь. И теперь давайте посмотрим, было, стало. Дорисовал он достаточно неплохо архитектуру, он понял, что у меня здесь объекты не в резкости, правда фонарик бы немножко еще подразмыть, но это можно легко доработать в фотошопе. В целом, очень шикарно справился со своей задачей и фотография стала выглядеть намного интереснее. Мое почтение, ставлю лайк. И переходим к четвертой функции, это замена фона. Кликаем выделить предмет, но выделение, как вы можете заметить, не очень удачное. Вот здесь придется доработать руками, но в целом вроде бы попал неплохо. Далее нам нужно инвертировать выделение. Кликаем вот на эту кнопочку, генеративная заливка и я сюда добавлю запрос. Обзорная площадка в горах. Генерировать. Ну что же, довольно-таки неплохо, давайте посмотрим все три варианта. Ну как по мне, так наиболее реалистичный и удачный, это самый первый вариант. Неплохо, вполне нормально справился искусственный интеллект. Ставим лайк. И сейчас я вам покажу работу, которая у меня не удалась. Итак, вот было оригинальное изображение. В итоге я делал запрос ночная улица и вот, собственно говоря, что он мне сгенерировал. Шесть вариантов, все мне не понравились, давайте посмотрим. Вот такой вариант, такой вариант. Ну, согласитесь, это вообще что-то такое ужасное. В общем, в тяжелых условиях работать ему достаточно тяжело, нужно признать. Ну да, вот научиться бы ему еще рисовать велосипеды, наверное. Неудовлетворительно, неудовлетворительно, большой жирный минус, дорабатывайте, мы любим ночные улицы, ночной город. Ну что ж, друзья, подведем итоги. Итак, новая бета-версия Photoshop с искусственным интеллектом очень хорошо и удачно умеет расширять холст изображения. Достаточно неплохо добавляет объекты на изображение, но при этом абсолютно не умеет рисовать людей. Функция генерации объектов мне очень понравилась. Можно даже на банальную фотографию добавить дополнительных объектов и внести фотографию хотя бы малейшую художественную ценность. Далее, друзья, очень хорошо бета-версия Photoshop умеет удалять ненужные объекты. Просто шикарно, вообще великолепно. Ну а с заменой фона, конечно, нужно еще поработать. Что-то получается, что-то не получается. Больше не получается, чем получается, я бы сказал. На этом, друзья, все. Надеюсь, видео было вам полезным. Устанавливайте бета-версию на ПК, устраивайте головомойку искусственному интеллекту, отправляйте отзывы в Photoshop. Ну и пишите в комментариях, какой функционал вам понравился, какой не зашел, какой требует серьезной доработки. Надеюсь, нас прочитают и сделают соответствующие выводы. А с вами, как всегда, был Серджио, друзья. Желаю вам творческих высот. Всем добра и мира. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»